С вами B16 и сегодня я научу вас играть в Hard World. Видео будет разделено на несколько частей. Для начала это будут азы. Итак, давайте пройдемся по настройкам и управлению. В первом пункте мы меняем язык. Во втором разрешение. Галочка стоит полный экранный режим, либо оконный режим, если галочку снять. Размер интерфейса. ССАУ, лучики, размытость при движении. Кстати, я это не люблю. Свечение, сглаживание. Тут ребята настраивайте под себя и смотрите, как у вас будет работать игра. То есть, если стабильно, крутите побольше. Если не стабильно, уменьшайте настройки. Частота обновления кадров. Можно выставить привязочку к 60. Но я не буду синхронизировать, оно мне просто не надо. Мягкие частицы, отражения. Это все придает к красивости. Разрешение текстур. Поставим так же. Предел костей. Честно говоря, что значит предел костей, я пока так и не понял. Давайте попробуем сделать вот так. Поставить английский язык. Найти эту настройку. Ну да, то же самое. Предел костей. Ball limit. Русский язык не совсем корректный. Но он есть со старта. То есть, как игра поступила в ранний доступ, русский язык уже был. Это хорошо. Далее. Анизотропная фильтрация. В принципе, она может вызывать какие-то проблемы, поэтому можете отключить, если она вам мешает. Максимальное число графических процессоров. Ну, у меня он один, соответственно. У меня он один, да. Можно поставить бесконечно. Это вообще странно. Качество света. Качество освещения, банально. Пускай стоит 4. Дистанция прорисовки теней. Чем больше, тем дальше прорисовываются тени. Соответственно, давайте поставим, например, 300. Теневые каскады. Четырех каскадные. Да, это form cascades. Поставим так. Это придаст качество нашим теням. Разрешение теней. Очень высокое. Пускай будет очень высокое. Твоя проекция. Стабильное. Качество деревьев. Я думаю, вы ребята сами понимаете, что качество деревьев, это качество деревьев. Стальность прорисовки деревьев. Расстояние, на котором эти деревья будут прорисовываться. Качество местности. Конечно же, высокое. Просто играть в пластилин не очень хочется. Плотность травы. Ну, тут совсем все интересно, да. Поставим на единички. Качество интерфейса. Он там шикарен. Поле зрения. Поле зрения подбирайте тоже методом тыка. Потому что у каждого это будет свое. Я, пожалуй, оставлю 90, как оно и было у меня. Нажмем применить. И зайдем на сервер. Нажимаем присоединиться к серверу. Так, сейчас обновится списочек у меня. Подключаемся. Мы проснулись. Проснулись мы на краю безжизненной пустыни. Итак, ребят. Давайте разберем управление. Escape. Понятно. Меню, да. F1. Консолька. F2 меняет вид. От первого, третьего лица. ВСД. Ну, мы понимаем, что такое ВСД. Это просто передвижение. C присесть. E использовать. Взаимодействие. Давайте подбежим к этому камушку и подберем его. Подбегаем к камушку. Раз. Подбираем камушек. И получаем еще и кремень. Левый shift. Бежать. Тап инвентарь. В. Голосовой чат. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. Enter. Текстовый чат. Мы проснулись. Что нам надо делать? Первым делом собираем мусор. Камушки. Бревнышки. В Art World хорошо развита система PVE. Поэтому, ребята. Не подходите к олененкам. Они весьма злые и начнут вас бить. То есть, поначалу, конечно, надо просто собирать мусор. Собирать его. Собирать пока не собирать. Достаточно количество, чтобы сделать топор. Кирку. И верстак. Давайте посмотрим, что требуется для топора. Значит, открываем инвентарь на тап. Нажимаем на рукоделие. Называется это крафт, на самом деле. Но пускай будет рукоделие. Инструменты. Давай, дружи, дружи. Инструменты. Кремниевый топор. Требует 5, да? Опять дерево и 5. Потом давайте посмотрим. 5 кремня. Или кремниевые. Так, мы сделали топор. Очень интересный нюанс есть. Когда мы подбираем предметы, они попадают в футбар. Не знаю. Не очень удобно, мне кажется. Давайте их переместим. Так. У нас есть топор. И вы такие. Да я играл в раст. Я знаю, что делать, да? Я такой подбегаю к дереву и начинаю рубать вот это вот дерево. Большое такое красивое дерево. Тук. Тук. Да что такое? Не добывается. Никак, да? Знаете, в чем проблема, ребят? Проблема в том, что эти деревья не добываются. А вот это добывается. Видите, рельеф меняется. То есть начинает так бы трескаться. Опа. Дерево 7. Кора. Идем дальше. После того, как у нас есть топор, мы можем нормально фармить дерево. Но нам еще нужна кирка, чтобы фармить руду. Руды в этой игре несколько видов. Так. Где же наши бревна? Пойдем, где еще дерево насобираем. Крафтим кирку. Каменная кирка. Хватает? Хватает. Для того, чтобы крафтить основное количество предметов в данной игре, нам нужно сделать верстак. Верстак у нас требует просто 20 дерева. Но он уже стоит готовый. Поэтому мы можем его не крафтить. Давайте просто посмотрим, что же там доступно. Так. В верстаке доступно, в принципе, все. Механизмы. Шкафчик для хранения. Печка. Холодильник, ребятки. Кстати, да. Продукты тут портятся. Поэтому, если вы добыли мясо, положите его в холодильник. А если у вас нет холодильника, пожарьте и скушайте. Потому что, когда оно пропадет, кушать его будет вредно. Дрель. Это такой агрегат, который ставится на землю. Заправляется определенным видом топлива и добывает ресурсы. Если топливо высокого уровня, добываются высокоуровневые ресурсы. Если топливо гаденькое, добываются гаденькие ресурсы. Костер, само собой костер. Это понятно. Так. Материалы. Бензин. Кстати, ребят. Бензин. Это да. Можно приготовить из заплесневелого апельсинчика. И пепла. Давайте посмотрим, как обстоят дела с оружием. Ведь нам нужно оружие. Без оружия нам будет туго. Начальное дальнобойное оружие это лук. Который, кстати говоря, весьма хорошо реализован. Мне нравится, как с него стреляется в этой игре. И это отлично. Но для начала у нас есть копье. Давайте сделаем копье. Таким образом, если у нас нападет олень, мы сможем дать ему отпор. Еще больше информации вы узнаете в следующих видео. И после того, как данное видео наберет 150 лайков. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать. Продолжение следует.